Мы живём во времена, когда комедия уже стала банальной, и многие начали повторяться и давать сбой. Именно поэтому мои зрители с интересом кусочек за кусочком поглощают драму и трагедию жизни. Warfortress — это прекрасный генератор всего и вся в частности. Это генератор слёз, вызванных несчастьем, а горестью и печалью. Многим настолько зашёл предыдущий ролик, что я решил мигом пойти и начать следующее приключение в землях Черзыха вам на потеху. Привет, мои, и пока, чужие. С вами я, а вы присаживайтесь, а лучше укутайтесь в кресло и возьмите в руки горячую чашку чего-либо вкусного. От самого же видео можете вообще увернуться и представить, что это не более чем ламповая сказка, записанная на пластинку. Сегодня я вам поведаю одну из спорных историй, а спорная она потому, что многие посчитают, что такие архивы лучше не вскрывать поэтическим соображениям. Но перед этим я скажу вам. Добро пожаловать в зону имбы Энерджи. Только абсолютный шугар-фри энергетик внутри стилизованного шейкера. У меня есть свои любимые вкусы. Райский цитрусовый микс. Брызги апельсина и корицы. Тонизирующий манго маракуйя. Крепкие, как руки дровосека лесные ягоды. Сначала мой промокод, а затем скидка. Я однажды попил имбу, и теперь есть такой сконцентрированный, внимательный и полный энергии. Имба радует покупателей. 11 новых вкусов. Давление выгодными скидками. Мощные комбо-наборы. Скидки на комбо до 32%. Подарки при заказе набора. Тебе радость и выгода. Работникам имбы. Голодная диета. Имба. Имба. Имба Энерджи. Переходи по ссылке в описании под роликом. Сегодня речь пойдет про поселение Великовинищенск. История этого места поистине радостна, смешна, удивительна и до одули печальна. И конкретно в этой серии мы расскажем про становление Великовинищенска и сообщества детей вина. А их символом является дворфиха, которую истязает десятка бочек. Было решено основать поселение на поверхности и не заниматься добычей каких-либо металлов драгоценных или же камней. У Роботяг была мечта создать великую винодельню и возвести создание алкоголя в абсолют. И вот имена этих героев-основателей. Курваша Ацензалис, начальник каравана, и глядя на ее жизненное описание можно понять, она была рождена для роли вредного, дотошного начальника и просто неприятной личности. Курваша ненавидит какие-либо виды досуга. Любовные романы считает безвкусно неприятными, а соблюдение приличий глупыми. У нее абсолютно отсутствует чувство юмора, а сама она быстро приходит в ярость. На ней весь бумажный гемор, что обычно у дворфа сведет с ума. Благо ей это не грозит, ведь в очереди на будущую жилплощадь она на первом месте. И кстати, Курваша полностью лысая. Борис Фикаденал. По профессии он плотник, но по факту он единственный мастер на все руки. Он и копает, и рубит, и строит. Тот самый мужик, на котором висит все село. Но он не унывает. Сам он скромно неряха, что редко впадает в туман негативных мыслей. К тому же любит быть в центре коллектива. Славный малый. Курдюк ниш сил. Хрючев махер, то бишь кулинар. И варщик алкоголя. По натуре нервозен и очень угрюм. В любовь не впадает, их позитивным мыслям не расположен. Свободное время обожает литрами потреблять вино. И до жути ненавидит мидии. Кирпич слава Катенсфол. Эта дама с мощным подбородком обладает одной единственной задачей. Носить с собой молот и давать им по зубам всем противникам. Будущий шериф и при этом не особо воспринимает закон всерьез. Колхоз Тян Занатис. Ничего особенного насчет нее. Ее задача сажать фрукты, ягоды и злаки для варки алкоголя. Сама она мечтает о создании семьи. И по секрету скажу вам, полная бесстыдница. В общем, типичная иот. Кизяк Лолорам. Он тупо счастливый, любящий бухать пиво рыбак. По натуре оптимистичный, любит юмор. И ему совершенно безразлично происходящее вокруг. Лишь бы рыбка ловилась. И наконец-то Гришка Энет Худос. Не имеет каких-либо знаний и умений. В будущей экспедиции он не более чем грузчик. Уборщик и строитель по мелочи. Некоторые считают, что это все из-за характера. Упертый, хитрый, наеб. Именно эта компашка отправилась в путь. Целью выбран остров на юге земель Ширзыха. Правда, стоило им прибыть, как вдруг замечено, была одна из самых критических ошибок. Поскольку единственным бойцом была Кирпич Слава, которая мастерски орудовала молотом, было решено убрать из списка боевые топоры и вместо них на имеющийся бюджет набрать животных на разведение. Теперь же им нечем рубить дерево. Древесина один из самых важных ресурсов. Важнее металла, даже важнее камня. Ведь именно из дерева мы как минимум можем построить кровати. Да и если строиться на поверхности в лесистой местности, то лучше использовать дерево для постройки избушек, да? Сами же топоры мы тоже не можем сделать, так как для этого нужен металл и горючие материалы для растопки. Экспедиция оказалась под угрозой провала. В такой ситуации неопытный дворфы порой снаряжают новую экспедицию, а нынешнюю бросают на растерзание матушки судьбы. Мы так поступать не будем и попробуем продержаться до следующей осени. Ведь именно к этому времени к нам по плану должен приехать первый караван. Они-то и привезут необходимые инструменты. А пока что остается только пытаться вышить и делать то, что в наших возможностях. В первую очередь подмечу, что вся работа легла на плечи Бориса. Вместо плотницкой работы им пришлось копать и добывать камень на материалы для мастерских. Параллельно с этим была разобрана повозка, но древесины было слишком мало, чтобы сделать хоть что-то осмысленное. С горем пополам был заложен фундамент для общины. Рабочие места готовы, почва под рассаду вскопана, а ехидный алкоголик Кизяк ловит в реке Мидии, что потом сразу готовит угрюмый повар Курдюк. Он, кстати, напомню, Мидий ненавидит. Больше всего радости и веселья, конечно, получает кирпич Слава. Например, при драке с лаской она сначала укусила животное в голову, а затем руками размажила черепушку. Это было жестко, но самоубийство зверушке не доставило никаких эмоций. Она буквально живет по жизни с физиономией статуи с острова Пасхи. Шло время. Дети вина ожидали караван, но дождались новых мигрантов, услышавших о счастье в Велико-Венищенске. Я, конечно, был рад такому событию. Новые руки никогда не будут лишними. Правда, эти самые мигранты оказались однюдь непростыми. Все они беженцы из недавно уничтоженного поселения Медвежий Конец. Многие прибыли в ужаснейшем состоянии, как физическом, так и моральном. Они на грани. К примеру, у кожевеника Аста Нишненура повреждена нервная система. Такие вещи уже не излечишь. Но во всем этом неожиданном казусе страшен не сам приход беженцев. Страшно то, что этот приход не последний. Благо случилось благо. Из-за огромного списка дел и неожиданных событий, время пролетело незаметно. Пришла осень, а вместе с ней и караван дворфийский. Эти торговцы даже понятия не имеют, сколько счастья принес их визит. А в особенности несколько экземпляров боевых топоров, которые моментально были пущены в дело. Теперь появилась уверенность, что что бы ни случилось, оно будет нам по плечу. Деревья начали падать один за другим. Начальница обзавелась своим рабочим жильем, а постройка таверны под приятные вечерние посиделки потихоньку подходила к концу. Тем временем шли новые волны беженцев, и буквально все они прибыли из медвежьего конца. Усталые, напуганные, раненые. Некоторые были настолько на грани, что сходили с ума от трагичности такой жизни. Как бы это ни было печально, на таких уже можно было ставить крест. Сначала они перестают работать, потом пить, есть, а затем их находят мертвыми. Это не самоубийство или источение, просто они отказываются жить. Меж тем, в Великовинищенс Кросс, и очень даже быстро, грамотный менеджмент, старания рабочих и банальный топор позволили обеспечить постройку лазарета для будущих раненых и больных, обустройство небольшого общежития, и, что самое главное, постройку помещений под рабочие места. Все-таки работать под дождем не камильфо. Кстати, вы не поверите, в этом мире бывают милые бои. Наши дворфы разводят кроликов, и те порой из-за недостатка места начинают между собой драться. Конечно, до кровавой бойни тут далеко, они всего лишь между собой царапаются и толкаются, опасности в этом нет никакой. Однако для профилактики, зайчиков-тручунов забили на мясо. Следующий приход беженцев из медвежьего конца поразил даже меня. Среди бедолаг числился и муж Мебзуд Хегеп, один из основателей крепости. Тот, кто тоже некогда хотел реализовать мечту об дворфийской утопии. Надеюсь, хотя бы здесь он найдет свое счастье. Самые покалеченные душой беженцы помирали, и дворфы были вынуждены соорудить гробницу глубоко под землей, чтобы придать тело и душу покою. И дело тут даже больше не уважение, а в том, что порой души предков могут материализоваться и начать кошмарить живых, пока тела усопших не похоронят как следует. Я не вру. Великовинищенск становится потихоньку великим. Производство растет не по дням, а по часам. Вина так много, что в кои-то веки дворфы не успевают опустошить склады с алкоголем, а повар вынужден делать из алкоголя рагу. Но самое главное, беженка, узхирдуки-марилуш по профессии гравер, обрелась свое счастье. В дворфийской усыпальнице во время сглажки каменных стен она родила ребенка. Мальчика. Зовут его Зефон. Ему всего один день отруду, но зато он уже с бородой. Он любит проводить время со своей семьей и закидывать гранатовое вино за воротник. Тем временем пришел очередной караван с вредным торгашом во главе. Его не устроили наши цены на алкоголь, и поэтому он отказался что-либо нам продавать, мол, может через годик. Одумаемся. За это дворфы замуровали его караван, а умельцы прорыли канал, идущий от мелких озер. Сверху ножлобов полилась холодная вода. Торгаш пришел в ярость и уже хотел начать буянить, как вдруг пришла Кирпич Слава. Купец стал следующим в очереди на свое место в дворфийской гробнице. А весь его товар перешел в наши руки в виде водной волны. Кстати, Кирпич Слава у нас женщина достаточно мощная и очень часто блюдит за порядком. Именно поэтому ее мы назначили местным шерифом и молотоборцем. Это один из немногих служителей закона, которому хочешь, не хочешь, а придется относиться с уважением и не буянить. Один из беженцев этого не понял, и в порыве одного из драматических флэшбэков начал крушить стаканы и мешать людям пить. Кирпич Слава усмирила его. Голой рукой пробила бедняги ребра насквозь и разорвала левое легкое. А потом повторила прием, только уже с правым легким. Этот случай настолько поразил одного из граверов, что он потом при украшении гробницы посвятил воительнице одну из своих гравюр. Однако историки подмечают, именно нападение на торговый караван навлек на Великой Венищенск злобный взор богов, желающих то ли испытать, то ли покарать несчастных. Один из рабочих прокопал путь к подземным пещерам и лавовым озерам. С одной стороны, это счастье, ведь именно лава является огромным источником энергии для кузнецов и идеальным инструментом в умелых руках. Правда, в пещере обитало древнее зло. Забытые чудовища. Мерзкие выкидыши этого мира. В пещерах глубоко под Великой Венищенском обитал один из их представителей. Чудовище, именуемое Ацете. Огромный одноглазый краб. Ее бугристый панцирь мерзко извивается и нервно дрожит. Но отнюдь не из-за страха. А сама же Ацете ожидает, на кого бы изрыгнуть свое мерзкое нутро. Стоило почуять свежий воздух поверхности, как она устремилась по высеченным ступеням наверх. Правда, на ее пути находилась усыпальница дворфов, где по злобной иронии судьбы молодая мама Усхирду Кимрулуш украшала стены гравюрами. На ее коленях сидело юное дитя по имени Зефон. То, что произошло в гробнице, осталось секретом для многих. Одно известно точно. Ацета не смогла пробраться наверх. Ей нанесли огромнейший урон, а одна из ног была сломана самым ужаснейшим образом. Великовенищенск был спасен. Ценой двух дворфийских жизней. Я же в свою очередь могу удовлетворить ваше любопытство и открыть последние мгновения той ужасной битвы. Превозмогая боль и страдания, Усхир смогла сломать Ацете одну из ее ног. Та в свою очередь изрыгнула огромную массу зловонного гноя из своей пасти и одним хлестким ударом вскрыла юной маме артерию. Юный Зефман пытался помочь, хотел спасти, но из нее обильно текла кровь. Юный Зефман произнес «Мама». Следующим ударом Ацета размажила голову ребенка в труху. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok